Для этого нужно в течение дня стараться настраиваться на тот поток света, добра, любви, который идёт к нам из Агарты. Я часто получаю такие вопросы, а как же мне в течение дня, когда столько вокруг злобы, агрессии, негативных энергий, как мне сохранять эту связь с Агартой? Да, то есть сейчас включишь телевизор, радио, интернет, выйдешь на улице, везде очень много злобы, агрессии, непринятия. И согласитесь, что когда человек один, очень сложно защищаться, то есть не быть под влиянием вот этих негативных духов, негативных тёмных сил. Я думаю, вы меня очень хорошо понимаете. И на самом деле все шаманы, наставники, Айла, Женнабель, Мадонна, просто восхищаются вами, что вы, находясь в такой среде социального мира, где много негативных энергий, вы сохраняете в себе вот эту частичку добра и света. Это действительно сложно. Но у нас есть спасение, у нас есть ключ. У нас есть духовные практики, которые мы делаем с вами, кто-то даже каждое утро делает их. Да, если кто-то ещё не присоединился к нашей группе духовных учениц, к женскому кругу, пожалуйста, присоединяйтесь. Тот заряд энергии, который вы получаете с утра, он защищает и весь день даёт позитивный настрой и защиту от тёмных влияний. И самое главное, на самом деле я так рада, что уже сейчас к вам едут наставники, шаманы. Когда шаман приезжает в город, в страну, то аура страны светлеет. Уже много лет мы наблюдаем, как уровень различных катастроф снижается, самоубийств в том месте, где находится шаман. Останавливаются наводнения, пожары, то есть аура земли начинает гармонизироваться, исцеляться. И огромное спасибо тем из вас, кто помогает в организации этих событий. И огромное благодарность для тех, кто помогает в организации этих семинарах. Вы как такие светлячки, как источник особой тонкой духовной энергии на планете, который нигде больше не найти. И чем больше таких светлых источников энергии на планете, тем быстрее произойдет исцеление всей Земли. Я вас поздравляю, что уже очень скоро вы лично встретитесь с Жанабель, с Сайлой, с Мадонной. И ваша душа вновь наполнится такой силой, духовной энергией, молитвой. Они везут вам особые практики и ритуалы. И когда вы приходите на семинар, прямо видно, как ваша аура становится такая большая и светящаяся, как волшебный шарик. И тогда вы становитесь более заметными для своих ангелов. А если вы еще в своем городе ведете круг женской силы, собираете группу. And if you are providing the circle of feminine power, providing your groups. Помогаете наставникам. Helping tutors. Просите задания силы. Asking the tasks of power. Спрашиваете советы, как другим людям помочь. Asking for advice, how you can help other people. То поле энергии, оно становится еще более ярким и большим. И тогда уже не один ангел помогает, а несколько. Then the energy you feel is becoming bigger. Not only one angel helping you, but even more. Потому что вы берете ответственность за тех женщин, за тех людей, которые приходят к вам на круг женской силы. Because you're taking responsibility for those women who come into your groups, to your circles. Вот, это секрет. Каким образом настраивать постоянную связь со своим ангелом-хранителем. This is the secret. How to establish their constant connection with your angel. Но это еще не все. But this is not it. Еще очень важный момент. Это тот талисман, который является ключом к контакту с вашим ангелом-хранителем. Also very important the object, the amoled, that is the connection with your angel. Я знаю, что у кого-то из вас уже такой талисман есть. I know that many of you already have such talisman. Если еще нет, то на ближайшие встречи, на семинаре, на воркшопе с наставником, пожалуйста, попросите. And if you not have such object yet, at the nearest meeting, please ask tutor for this. И еще один элемент, который помогает усилить и закрепить связь с ангелом-хранителем, это особая мандала. And also one more element that's helping to establish the connection with angel. Guardian agent, this is the special mandala. Некоторое время назад у нас проходил онлайн-тур. Not long time ago we had an online tour. И одна женщина, она заказала такую мандалу для медитации на связь с ангелом-хранителем. And one woman ordered such meditation for connection with guardian angel. И так интересно произошло, что за короткое время у нее быстро нормализовались все сферы жизни. And it happened that during short period of time all the spheres of life being balanced and harmonized. Когда она записалась на тур и стала участвовать, выяснилось, что у нее сразу по трем уровням были проблемы. When she registered for the tour, she had problems in three levels. Да, она серьезно очень заболела. And she'd been ill very seriously. Причем болезнь была такого уровня, что она не могла физически ходить на работу. And she couldn't go to work even because of this illness. И в итоге она потеряла работу. And she lost her job. Для нее этот был период трансформации очень, с точки зрения астрологии, тяжелый. For her, it was very difficult astrological period of time. Но благодаря тому, что она стала искать контакт с ангелом-хранителем, общаться с ним, просить помощи. And when she began to ask her angel helper for help. И еще прошла кармический ритуал очищения. Ее аура восстановилась, то есть она стала ровной, здоровой, светлой. И все негативно из жизни ушло. And she released all the darkness from her life, all the difficulties being released after this. То есть ангел-хранитель, он защитил ее от темных сил. Особенность светлых сил, тех сил, которые как раз находятся в Агарте, заключается в том, что светлые силы всегда дают выбор человеку. The ability of their life, light power, this is exactly that spirit is giving the opportunity. И ангелы, светлые духи, они никогда не будут заставлять человека, например, делать духовные практики. And angels, they will not force a person to do spiritual practices. То есть это свобода выбора человека. This is the free choice. Yes, free choice. Но при этом, если человек делает правильный выбор. But when the person doing their correct choices, То светлые силы, ангелы, дают такое состояние души, возвышенные эмоции, вдохновение, что человек чувствует счастье. Then angels bring into the person so much happiness, so much inspiration, and person begin to feel even more happier. Да, гармонизируется аура, раскрываются верхние чакры. Harmonizing the aura, opening the upper chakras. И это все вымещает, выдавливает влияние негативных сил. And it's dissolving all the influences of the dark energy. И тогда остальные проблемы, они быстро решаются. Материального характера. And also material situations also solve it. Потому что все идет от состояния души. And everything is coming from the state of the soul. Что же делают темные силы? What dark forces doing? Если светлые силы, ангелы, они всегда дают выбор свободы воли. То темные силы, они как раз ведут себя по-другому. Then the dark forces, they behaving totally differently. Они сначала наблюдают за человеком. They begin to observe the person. А потом наносят такой вот прям удар в то слабое место, в то какое-то качество, которое человека начинает уводить вниз. They begin to beat to that weakest point, and the person coming down with everything. Может быть, кто-то из вас смотрел такой фильм, как «Адвокат дьявола». Maybe you saw such a film as The Lawyer of Evil. Вот там как раз этот принцип отражен очень хорошо, что сначала темные силы наблюдают, а потом такую ловушку устраивают. Exactly there, you can see how these evil spirits begin to observe, and then they're making some tricks. Ну, например, если человек ревнивый. For example, if the person is... То создаётся ситуация, чтобы эта ревность стала проявляться сильнее. Then such situation creating that this jealousy will appear and happen. Появляется повод для этой ревности. Then some situation appearing. Если человек гневливый, много агрессии, много недовольства, претензий. If, for example, a very angry person, they have a lot of aggressive energy. То создаётся ситуация, чтобы, наоборот, провоцировать ещё больше испытывать вот эти негативные эмоции. Then the situation appearing in order to provocate these negative emotions. Видите, то есть тёмные силы, они наблюдают, где слабое место у человека, потом создают ситуацию, погружают в эту ситуацию, и в итоге человек испытывает негативные эмоции, потом страдания, потом болезни. You see how it happens, that the dark energies, they begin to observe first, then they create in the situation where they can act, and then their result is coming after this as well. And why we are saying, let's go with us to Agartha, let's go with us to the tour. Потому что мы, шаманы, мы понимаем, что именно Agartha – это тот мир, источник добра и света, который существует. Because we, as shamans, can see this is the source of the lightest energy that exists in this world. И чем больше мы соединяемся с миром Agartha, чем больше мы соединяемся с миром высоких учителей, тем больше нашу жизнь начинает наполнять только позитивные эмоции, только позитивные ситуации. Всё начинает получаться. И влияние тёмных сил, тёмных духов, лярв, оно ослабевает. Попробуйте вспомнить, может быть, у вас была ситуация, когда вы хотели избавиться от какой-то негативной привычки. Кто-то, например, хотел бросить курить. Кто-то хотел перестать обижаться. Кто-то хотел перестать раздражаться на своего ребёнка, когда он не случится. И вот заметьте, что когда мы пытаемся бороться с чем-то, это очень тяжело даётся. То есть это лярва, это тёмный дух, он словно начинает захватываться щупальцами и не хочет уходить. Но при этом, если вы достаточно мудры, чтобы начать это игнорировать, то есть, например, не пытаться бороться, заставлять себя бросить курить. For example, not to force yourself to get rid of some habits, to stop smoking. А вы начинаете, вы ищете что-то, что может это заменить. And you begin to find something that can be instead of us. Например, вы начинаете делать медитации, заниматься йогой, заниматься духовными практиками. For example, you begin to do yoga, to do spiritual practices. Ходите на семинары, ездите на ретриты, путешествуете. Coming to the seminars, traveling, coming to the tours. Ваша душа начинает наполняться очень тонкими, возвышенными впечатлениями. Your soul begins to fulfill with very light, subtle energy. И в какой-то момент человек говорит, «Зачем мне курить? Я не хочу». And at some moment, person saying that, «Why do I need to smoke? I don't want to do it». И это касается всего. And it's connected to everything. Именно поэтому, когда мы соединяемся с Агартой, с миром великих учителей, светлых духов, that's why when you're uniting with the world of Агарта, with the world of the light of spirits, мы подключаемся к тому миру добра и источника позитивной энергии, которая существует. We are connecting to that source of energy, of the largest energy that exists in this world. То всё тёмное, оно просто растворяется, уходит из нашей жизни. And all this darkness just dissolving from our life. Вот такой секрет. This is such secret. And I wish to gratitude you and to thank you for your prayers because spirits allowed to continue the time of the registration for the tour. Да, потому что светлые силы, ангелы, очень ждут вас в Агарте. Because the lightest energy they await in you in Агарте. Для того, чтобы связь с вашими ангелами была не периодической, а постоянной. In order, connection with your angels will be constant. Not only just for some time. Представляете, свой день, свою жизнь, который наполнен только позитивными, радостными, возвышенными эмоциями. Can you imagine that your day will be fulfilled only with positive emotions? Ведь это же очень приятно. This is so pleasant. Может быть, конечно, кому-то приятно испытывать негативные эмоции. Но таких людей не знаю. Maybe for some people it's pleasant to feel negative emotions, but I don't know such people. Да. Вот поэтому, если вы хотите, чтобы жизнь действительно стала волшебной сказкой, о которой душа мечтает в детстве, And if you really wish that your life will become such fairy tale that you're in your childhood you've been dreaming about, будь только один. The path is only one. Стараться больше соединяться с миром Агарты, со светлыми духами, с ангелами. To try more to connect with the lightest energy, with the Агарта, with the angels. И сейчас мы с вами, дорогие, проделаем небольшое путешествие. And now, dear ones, we will do a small journey with you. Now we have the sign that the portal of Агарта will be opening and you can communicate with your guardian angel. And I wish to say that the expanding of the time of registration, this is also connected with big present. в Агарту будет передан особый ритуал связи, контакта, соединения с ангелом-хранителем. Spirit said that we will have the special ritual exactly for connection with their guardian angel. Этот ритуал будет в подарок. Он будет бесплатно для тех, кто зарегистрируется до 10 октября. And this ritual you will be able to have even as a present who will be registered until 10 октября. И тогда весь род получит благословение и защиту высших сил. Then all the lineage will receive protection and help from the highest power. Сейчас, пожалуйста, возьмите листочек и ручку. Now, please, take a piece of paper and pen. И первая часть нашего ритуала заключается в том, что я попрошу вас вспомнить за последнее время какую-то ситуацию или какой-то момент, когда вы испытали самые возвышенные, самые позитивные эмоции. And first that I will ask you to write this is some situation when you had very, very positive emotions or you had some situation where you had positive emotions. Возьмите сейчас листочек. So please take your piece of paper. ручку and and нарисуйте у вас листочек в две части, то есть в одной части. Нарисуйте, пожалуйста, себя. So please draw yourself up there. Именно в тот момент, когда вы испытывали возвышенные эмоции, когда вы были соединены со своим ангелом. Exactly at that point when you've been connected with your angel. Для этого, пожалуйста, прикройте на несколько секунд глаза. couple moments you can close your eyes. И вспомните этот момент, может быть, сегодня. Remember that moment. Может быть, это было вчера либо за последнюю неделю. Maybe it was last week or month. И своим сердцем настроитесь на этот момент, когда вы почувствовали счастье. and with your heart tuned to that moment when you felt this happiness. Может быть, это была молитва за своих бриллийских родных. Maybe it was the prayer for your nearest and dearest people. Может быть, это был момент, когда вы проводили круг женской сил и помогали другим женщинам. Maybe it was a moment when you been providing the circle of feminine power, helping other women. Пожалуйста, сейчас нарисуйте себя. Please draw yourself. Have one minute for days. И на своем лице Нарисуйте улыбку Хорошо Получилось? Если вы это сделали Пожалуйста, напишите плюсик Вот Пока вы дорисовываете Я отвечу на некоторые вопросы с бота Спрашиваю, можно ли получить музыку и мандалу для связи с ангелом-хранителем? Да, можно Для этого вам нужно написать в бот свое пожелание И также напишите, пожалуйста, свой имейл и телефон, чтобы можно было с вами связаться И вы можете написать Делайте вдох С выдохом прикрываете глаза Вновь сделайте вдох Выдохните И вспомните И сейчас вспомните Может быть это был конфликт Поссорились с тем Может это был конфликт Может это была наоборот Может быть эмоция обиды, самосожаления Может быть вы обижаетесь на кого-то, простить не можете И вспомнив этот момент И вспомнив этот момент Почувствовав эту эмоцию, пожалуйста, сейчас откройте глаза и рядом нарисуйте себя именно из этой ситуации То есть нарисуйте себя, когда вы испытывали вот эту негативную эмоцию и на лице отразите кончики губ вниз, да, уходит негативная такая И так далее Вы можете выбрать себя с негативными эмоциями Вы не смыли, и вы смыли, и вы смыли, и вы смыли, и вы смыли Уже сейчас минута у вас есть на это И после того, как вы нарисуете, пожалуйста, поставьте плюсик в лёд И когда вы будете делать это, то, пожалуйста, поставьте плюсик в лёд Вижу, уже почти Да, заканчиваете, тоже еще вопросы у меня идут, сейчас вам пока буду отвечать Спрашивают, можно ли в тур в Агарто? Поехайте по другой Здесь нужно обязательно посоветоваться с тем шамманом, наставником, кто вас ведет по духовному пути You can, of course, ask for advice to the shaman who is leading you You can ask the picture of your friend И обязательно, чтобы она сначала прошла семинар, воркшоп в городе, в вашей стране Потому что энергия с каждым шагом, этапом, который будет проходить в вашем городе, он остается больше и больше И если человек совсем новый, то с нуля сразу до 10, это тяжело, большой разрыв энергетический получается Но если она пройдет, например, сначала воркшоп, немного энергии получит Потом семинар Потом придет на индивидуальную какую-то консультацию или индивидуальный ритуал Потом наставник увидит, шаман увидит, что она может уже на ретрит попасть Потом наставник увидит, что она может уже на ретрит попасть То тогда есть возможность, что и на натур, в агарту, ей тоже духи откроют путь Вот здесь нужно советоваться Скаживать про каждого, да Чтобы тоже задать вопрос, а как же получить подарок, ритуал, соединение с ангелом-хранителем, если осталось всего 4 дня до окончания регистрации? Вы можете сделать таким образом, то есть внести предоплату за себя, за подругу до 10 числа Но все равно помочь подруге пройти все эти этапы И дальше уже спрашивать совета у наставника по поводу этого человека Все возможно Все возможно Итак, у вас есть рисунок Вот у меня такой, да, вот это вот позитивная девочка, а это негативная Сейчас мы делаем самое главное And now we do the main У первой девочки, здесь вот, которая испытывала очень сильные возвышенные эмоции The first girl who had the very good positive emotions Мы рисуем такие крылышки, как у ангела We begin to draw such wings as from the angel Примерно так Like this Есть? Yes А у второй девочки And the other girl Мы рисуем Как вы думаете, что? How do you think what? Напишите, кто угадает Please write, who will guess? У кого хорошая интуиция? Who has very good intuition? Тоже раскрыл всех способностей Who opens already super abilities Сейчас напишите, я вам покажу You will write it I will show you Я почему-то так обрадовалась, потому что я уже вижу правильные ответы I am so happy because I see the correct answers Сейчас дождемся, чтобы все ответили We will wait until everyone will respond Хорошо? Итак, до трех считаю и показываю Until three I count and I show Раз One Два Two Три Three Сейчас можете себя проверить Now you can check yourself Да То есть Что такое негативные эмоции? Это те темные силы, лярвы Духи темные, которые нами манипулируют What is negative emotions? This is that dark spirits, lovers, that are manipulating us Но вы должны помнить, что это не есть вы But you need to remember that this is not you Yeah Поэтому, когда закончится вебинар That's why when the webinar will finish Вам нужно будет два варианта Как вы почувствуете? You will need to To feel which Либо Ножницами вот таким образом отрезаете You can cut by scissors like this И вот этот рисунок And you keep this drawing Вешаете себе над кроватью You put it under your bed Таким образом, чтобы когда утром просыпаетесь Вы видели себя In such a way that you are awake And you see yourself here И радостно начинали делать утренние практики Смех и медитацию Танцевать Very joyful you begin to do the love in meditation To dance Spiritual practices Эта картина будет вам помогать вспоминать себя утром, когда душа возвращается из тонкого плана после сновидения This image will help you to return to your physical body in the correct state То есть осознавать себя, кто есть я To realize yourself Who you are А вот этот рисунок And at the back Для более смелых This is for more brave people Можно просто отдать, пожертвовать духу огня You can sacrifice it to the spirit of the fire Для того, чтобы никакие лярвы, никакие темные силы вами не манипулировали That no dark spirits, no lauras will be not manipulating Либо второй вариант, более мягкий Or the second choice, more kind Это взять разноцветные карандаши, фломастеры, краски This is to take the colorful pencils, painting И добавить к этому рисунку такие элементы, которые негативную энергию превратят в позитивную, светлую To draw something that this negative energy will be transformed to the positive Можете на рогах нарисовать цветочки You can draw some flowers on this head Можете нарисовать сердечки You can draw some hearts Здесь уже ваше творчество So here already your creativity Два варианта Вы выбираете, как мы говорим Всегда есть свобода выбора Two choices As we say always, you have the free will Можете, конечно, ничего не делать And of course not do anything Но вряд ли вам захочется вот с этим дальше жить But probably you will not like to live with this further Да, потому что наша душа здесь воплощена для того, чтобы дарить свет Я знаю, что вы являетесь источниками, каналами той энергии добра, которая из агарты направляется на землю And I know that you've been born, your soul been born in order to transmit this energy from agartha to this world and people Давайте сейчас снова прикроем глаза And let's close our eyes again С этого момента в течение 10 минут постарайтесь их не открывать And from this moment, during 10 minutes, try not to open your eyes Если вы хотите, вы можете прилечь Если вы хотите, вы можете Если вы хотите, вы можете